Какие же ценности являются подлинными? Кто-то полагает саму постановку этого вопроса бессмысленной. И для определенного мировоззрения, которое сегодня, кстати, господствует, не в наших с вами сердцах и умах, оно господствует в масс-медиа, в публицистике, в информационном пространстве. Так вот, согласно этому опасному мировоззрению, я не буду его называть, многие из вас знают философское название этого мировоззрения, обязательных ценностей не существует. Существуют только частные предпочтения тех или иных людей или тех или иных групп. Вот это мировоззрение все больше и больше заявляет себя в качестве единственно приемлемого в современном мире. И все больше восстает против традиционного морального закона, как против чего-то стесняющего человеческую свободу и препятствующего человеческому счастью. Когда я полемизирую с такого рода философией, я постоянно отсылаю своих оппонентов к системе научного поиска. Но ведь в научном сообществе невозможно любую абракадабру выдавать за истину. Тебя тут же поправят, как я сказал в начале своего выступления. Тебе докажут, подойдут смелым к доске, напишут формулы и докажут, что ты не прав. Что твоя абракадабра не может быть истиной. Есть определенный критерий истины. Он, конечно, условный в естественных науках. И ученые это знают. Но, тем не менее, он помогает развивать науку. Есть понятие доказательства. Хотя вы знаете, что некоторые ученые и философы ставят под сомнение самую возможность доказательств. Самую возможность объективной научной истины. Но, тем не менее, на сегодня весь научно-технический прогресс этой способностью людей оперировать объективной научной истиной и обеспечивается. Но, если так, в мире и науке, а почему же не должно быть в общественной жизни? Почему здесь господствовать могут быть любые, самые чудовищные взгляды и убеждения людей? Либеральный подход требует только одного. Не нарушайте закона, не наступайте на пятки друг друга. А что у вас внутри, какую нравственную истину вы исповедуете, или вы отрицаете все, это ваше личное дело? Вот это глубочайшее заблуждение, которое вошло в жизнь человеческой цивилизации со времен просвещения, тогда оно вошло так тихой цапой, никто внимания ни на что не обращал. Тема свободы была такой притягательной, такой вызывающей. Ну а сегодня мы видим, к чему пришел род человеческий, к чему приходит человеческая цивилизация. Она сама в себя заложила некий код самоуничтожения. И этот код работает, потому что нет объективного критерия добра и зла. Нет объективного понимания истины. На деле такой взгляд не может принести ничего, кроме несчастья. И отдельным людям, и обществу в целом. Я хотел бы протецитировать слова замечательного английского писателя Клаева Льюиса. Первое, что необходимо для того, чтобы оценить любое создание от штопора до собора, это понимание того, зачем оно было создано, и в чем его предназначение. Это верно и в отношении человека. Мы сломаем любой инструмент, любую машину, если попробуем использовать ее не для того, для чего она была замыслена. И мы точно так же разрушим человеческую жизнь, если откажемся следовать подлинному замыслу о ней. Действительно, корень многих наших проблем в том, что в нашем обществе оказалось размытое и во многом утрачено то, что в любой цивилизации считалось абсолютно необходимым. Это стремление познать объективную, нравственную истину и жить в соответствии с ней. Скажите, пожалуйста, могла бы развиваться наша литература, классическая литература, воспитавшая поколение и поколение людей? Если бы не было опоры на объективную и нравственную истину. Ну как могли писать Тургенев, Толстой, Достоевский, да кто угодно, советские наши авторы. Как бы они могли писать, если бы не было объективного понятия истины? Если бы предательство не воспринималось как зло, измена не воспринималось как зло, воровство не воспринималось как зло. Но если каждый человек в самом себе несет критерий истины, то почему мы тогда, что мы можем доказать людям? Мы скажем, вы знаете, плохо заключать гомосексуальные браки. А нам ответят, это с вашей точки зрения, а с моей хорошо. Вы знаете, ну плохо вот пирамиды устраивать финансовые. С вашей точки зрения, а с моей хорошо. И если мы даем возможность человеку заявлять, что он альфа и омега, и нету никакого объективного критерия нравственности, вот мы тогда и закладываем атомную бомбу под само существование человеческой цивилизации. Даже в нехристианских культурах существует представление об объективном моральном законе, который не нами установлен, но который мы обязаны познать и по которому мы обязаны жить. А почему так? Да потому что Бог заложил в природу человека этот объективный нравственный закон. И в голосе совести мы этот закон опознаем. И что бы мы ни говорили, кто бы нас ни учил, но сделав плохо, если мы свою совесть не сожгли или не пропили, мы чувствуем этот голос совести. И ведь весь традиционный нравственный религиозный закон, он корреспондируется с этим природным нравственным законом. А если бы этого не было, храмы были бы пусты, никто бы проповедь не слушал. Никто бы вообще религией бы не интересовался. Религия отображает этот естественный нравственный закон, вложенный Богом в человеческую природу. Исследование этому закону понималось не только как долг, но как необходимое условие достойной и счастливой жизни. Именно так был и сформирован положительный герой, в том числе и нашей русской классической и советской литературы. положительный герой, носитель объективных нравственных ценностей, которого мы сегодня практически не можем увидеть ни на экранах телевизора, ни в литературе. И сегодня нам необходимо вернуться к этой вековечной мудрости. Субтитры создавал DimaTorzok